Затмение. Техника безопасности. Лунное затмение произойдет в пятницу 5 мая 2023 года и станет первым из двух лунных затмений в 2023 году. Лунное затмение – это всегда испытание не для слабонервных. Как вести себя в это непростое время? Лунное затмение происходит, когда Земля полностью или частично блокирует солнечный свет. Это событие возможно только в полнолунии. Если Земля, Луна и Солнце выстраиваются в прямую линию, происходит полное лунное затмение. 5 мая 2023 года нас ждет полутеневое лунное затмение. С 18 часов 14 минут до 22 часов 31 минуты по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли. Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. В результате яркость Луны уменьшится. Лунное затмение 5 мая 2023 года – это редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно. События будут видны жителям большей части Европы, Африки, Азии и Австралии. Периоды затмений с древности считались опасным и тяжелым временем. В эти даты возрастает количество несчастных случаев, болезней, конфликтов. Но затмения не так уж опасны, если встретить их правильно. Солнце – это активное начало. Солнечные затмения связывают с начинаниями и новыми делами. В период затмений нужно учиться чему-то новому, получать новые навыки, переезжать, начинать новые отношения. Только не стоит рисковать и делиться планами с другими людьми. Самое важное правило во время затмения – быть источником только хороших мыслей, действий и желаний, совершать добрые дела, бескорыстно помогать. Нужно следить за своим настроением и состоянием, быть спокойным, давать поддержку близким. Нельзя проявлять агрессию, нарваться на ссоры и споры. Чтобы солнечное затмение прошло удачно, нужно сосредоточиться на домашних делах, на своей семье, детях, позаботиться о близких людях. Избегайте скоплений людей и массовых мероприятий. Лунные же затмения, как, например, 5 мая, наоборот, считаются периодом завершения, закрытия, окончания, кульминации. А потому в это время хорошо бы завершить какое-то дело, проект, сделку. В дни лунного затмения можно попрощаться с вещами или людьми, которые портят вашу жизнь. Это хорошее время для смены работы. Благодаря затмению вы поймете, что пришло время избавиться от вредных привычек, неприятных отношений, разных видов зависимости. Вселенная напоминает нам, что пора находить новые подходы к решению старых проблем. Пора избавляться от хлама в жизни, в доме, в теле и душе. Любые затмения – это отличный повод покопаться в себе и позаботиться о здоровье душевном и телесном. Возможно, вам пора меняться. Так как затмения обостраивают любую жизненную ситуацию, в это время стоит быть более внимательными к себе и к окружающим. Будьте осторожны за рулем. Рекомендовано высыпаться, найти время для духовных практик, отдыха. В дни затмений полезно общаться с водой. Она очищает, расслабляет и дарит новые свежие чистые силы. Берегите себя. Желаю вам здоровья, здравомыслия и перемен к лучшему. Автор – Анна Киран.